Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня я расскажу вам, как мы спасаем огурцы от пероноспороза, что мы для этого делаем. Могу сказать так, что здесь, в наших посадках, пероноспороза огурца вообще не бывает. Мне иногда для того, чтобы снять ролик и показать пероноспороз, приходится лазить по соседям, по каким-то участкам проситься к людям для того, чтобы снять симптомы пероноспороза. Это касается и кабачка, и огурца, ну, тыквенных растений. Как же я спасаю растения от пероноспороза? Пероноспороза неприятная болезнь, она поражает и лук, и огурцы, и многие другие растения. Она относится к так называемой группе омицетов, туда же относятся еще некоторые корневые гнили, а также фитофтора. Вот эти микроорганизмы, которые вызывают пероноспороз, ложную мучнистую росу, они являются такими достаточно строгими паразитами. Перезимовывают, сохраняются в почве на растительных остатках. Как только наступает благоприятный период, сразу они активизируются и начинают здесь бушевать. Что такое благоприятный период для развития пероноспороза? Это, в первую очередь, падение иммунитета растений. Поэтому, если свои растения вы будете держать в нормальном иммунном статусе, ну, как у человека, все то же самое. Организм есть организм, живой. В этом случае они будут иметь хорошую устойчивость к пероноспорозу. Для этого надо, как следует, подкармливать огурцы. И калий является, пожалуй, одним из наиболее таких иммуногенных факторов. Хорошие калийные подкормки надо давать. Зола, сульфат калия, монофосфат калия – это все очень хорошее средство для того, чтобы укреплять иммунитет огурца и других растений. Второе, что очень важно для сохранения иммунитета растений – это, конечно же, антистрессовые обработки. Это может быть салициловая кислота с нашатырным спиртом. Это могут быть дрожжи, хлебопекарные дрожжи. Это обязательно такие препараты, как Максимун, а также препараты на основе псевдомонат. Стимул, Гулливер, Ризоплан – вот такие препараты. Они, в принципе, доступны, и можно их поискать, и они очень-очень хороши. Третий фактор, который очень хорошо спасает огурцы от пероноспороза, кстати, я ближе к концу скажу, что я точно не рекомендую от пероноспороза, и что является стопроцентным фейком, таким интернетным обманом в отношении спасения огурцов от пероноспороза. Так вот, третьим фактором защиты от пероноспороза является, конечно же, изоляция почвы от листьев, там, где начинает развиваться пероноспороз. Поэтому мульчирование является также одним из важнейших факторов профилактики пероноспороза. Но это не спасение стопроцентное, потому что пероноспороз может прилететь к вам не из вашей почвы, а даже просто по воздуху может передаться с капельками влаги, с туманом, с микро-какими-то пылинками, он достаточно летучий, поэтому вполне можете заразиться не от своей почвы, а от соседской. Здесь все должны выполнять эти мероприятия для того, чтобы избавиться от пероноспороза. Раз и навсегда мы тут на отшибе, поэтому у нас тут рядом никого нет, поэтому у нас все хорошо. Еще один фактор обязательный, это такой уже сильный биологический фактор, и это обязательное заселение на листья конкурентной микрофлоры. Несмотря на то, что хлебопекарные дрожжи, вот такие, или это может быть препарат Рост-Момент, или это могут быть сухие дрожжи, все равно, несмотря на то, что они, ну так, довольно слабо живут на поверхности листьев, но еженедельные обработки дрожжами по листьям для огурца являются вот такой отличной профилактикой пероноспороза. Почему? Пероноспороз не очень выдерживает конкуренцию с другими микроорганизмами, поэтому хлебопекарные дрожжи, разведенная зеленая бродиловка 1-10, любые биологические препараты для защиты растений на основе сенной палочки, на основе триходермы, триходерма с дрожжами отлично комбинируется, на основе псевдомонат также является очень хорошей профилактикой пероноспороза. Вот видите, комплексный подход. Можно дрожжи использовать и как антистресс, и как конкурентную микрофлору. Можно бактаген тот же использовать и как антистресс, и как конкурентную микрофлору. И псевдомонады можно использовать и как антистресс, и как конкурентную микрофлору. То есть это на самом деле такие очень хорошие современные способы спасения огурца от пероноспороза. И, конечно же, еще один способ, метод, который обязательно надо использовать и который мы используем в обязательном порядке, это использование препаратов, которые конкретно, вот прям конкретно убивают перноспоровые вот эти псевдогрибы, оомицеты. К одним из таких отличнейших препаратов, конечно, относится Максимун. У него антибиотическое начало происходит от сенной палочки, поэтому, когда я всегда говорю, что используйте там в каких-то методах борьбы с болезнями сенную палочку, я одновременно говорю и про Максимун. Почему я его так хвалю? Да потому что это единственный препарат, который в своем составе содержит компоненты сенной палочки, а также псевдомонад, поэтому Максимун закрывает те проблемы, которые решаются с помощью этих групп микроорганизмов. Когда я говорю, используя там сенную палочку и псевдомонады, вы можете использовать только Максимун, потому что там есть и то, и другое. Он и антистресс, он и антибиотический препарат, который очень хорошо действует на перноспоровые организмы, он и укрепляет фитоиммунитет, обладает оздоравливающим действием и так далее. Но единственное, чем он не является, он не является конкурентной микрофлорой, поэтому, если у кого есть Максимун, возьмите Максимун, смешайте с дрожжами, этот 1 к 100, вот пачечка дрожжей, 100 грамм на 10 литров, все это смешайте и обрабатывайте ваши огурчики раз в 7, 10, 12 дней, ну сколько вам не лень. Обрабатывайте их сверху, донизу, как следует. Периода ожидания для этой обработки вообще нет. Вы можете обработать, сразу снять огурчики, помыть и употреблять в пищу. И вот теперь я вам скажу, что точно не поможет от перноспороза. От перноспороза точно не поможет перекись водорода. Это вредный, абсолютно бессмысленный совет, который не только не принесет пользы, но еще принесет вред. Почему он принесет вред? Потому что он в значительной степени снизит вот это количество эпифитной микрофлоры, количество микроорганизмов, которые защищают растения от внедрения туда перноспоры. Можно сказать, что перекись водорода откроет ворота для перноспоровых микроорганизмов и усугубит эти процессы. Не знаю, почему блогеры эту ерунду говорят. Ну, наверное, они просто находятся под действием того, что перекись водорода является антисептиком, и давайте ее использовать везде, да, везде, где есть болезнь. Но не дотумкивают, что у нас на коже есть дружественная микрофлора, у нас внутри есть дружественная микрофлора, мы должны с этой микрофлорой дружить, ее уважать, не смывать ее там в ноль, да, потому что это откроет ворота для патогенов. То же самое все и здесь на листьях, здесь есть конкурентная микрофлора. Не используйте эти способы ни в коем случае. Кроме того, нельзя использовать такие способы, как сода. Сода, причем не простая, не питьевая сода, такие есть вообще некомпетентные, даже на очень популярных каналах про соду рекомендации, ну, уши вянут от некомпетентности, от глупости, которая транслируется. Питьевая сода еще говорят. Нет, кальцинированная сода используется для борьбы с настоящей мучнистой росой. Некомпетентность блогеров заставляет путать настоящую мучнистую росу и ложную мучнистую росу, каковой является пероноспороз. Так вот, создание щелочной среды на поверхности листьев, напротив, усугубит, усугубит развитие пероноспороза. Поэтому тоже не используйте ни в коем случае соду, естественно, ни питьевую, ни кальцинированную, которая щелочная, которые борются все еще по древности с мучнистой росой на листья. Точно так же, если проблема у вас пероноспороза в теплице, не используйте зольные растворы для обработки листьев огурца, потому что это, да, это профилактика. И даже в какой-то степени лечение настоящей мучнистой росы, но это усугубление развития пероноспороза. Вы также можете использовать молочную сыворотку в разведении 1 к 10, если у вас нету других каких-то, ну, доступа к каким-то препаратам. Это тоже очень хороший способ борьбы с пероноспорозом. Создается легкая кисленькая среда на листьях, которая будет способствовать тому, что пероноспороз будет развиваться в гораздо меньшей степени. Не добавляйте нашатырный спирт в этом случае к сыворотке, если вы профилактируете здесь пероноспороз. А вот если мучнистую росу, настоящую мучнистую росу, то как раз нашатырный спирт надо добавлять. Многие говорят, боже, раньше огурцы росли, никакой проблемы не было. А теперь вот, понимаете, надо танцы с бубнами устраивать. Но если вы послушаете внимательно ролик, вы увидите, что сложности никакой нет. Я просто на каждую проблему или на каждый шаг борьбы с пероноспорозом предлагаю вот такую кучу вариантов, из которых вы можете выбирать тот, который вам доступен. Но выбрать нужно только один. Прослушайте еще раз ролик для того, чтобы еще раз уловить эти варианты и выбрать те, которые для вас являются наиболее приемлемыми. Наш канал работает для широкого круга огородников и с кошельком, и без кошелька, и с доступом к препаратам, и без доступа к препаратам. И те, кто умеет размножать, и те, кто не умеют размножать. У нас для всех на канале найдется решение и простое, и более сложное. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!